Я решила сделать новый формат видео, я такая, правда, капец сонная после массажа, но ничего, я решила, что мы уже достаточно давно друг друга знаем, чтобы снимать такие лайфстайловые видео. И тут как раз в Петушках такая очень спокойная дорога, и можно записывать вот такие вот видео за рубем, аккуратненько. В общем, так как я сейчас переехала, и из-за этого и формат видео поменялся, я больше не записываю видео в своём белом эркере в Петербурге. Несколько человек за последние недели, он спросил у меня, где я теперь живу, как поменялась моя жизнь с переездом в маленький город, и попросила показать место, где я теперь живу. Место, где я живу, это очень комично, потому что в школе я читала, как и все, наверное, на литературе произведения «Москва-петушки», и смотрела, я помню, спектакль в мире. В общем, это такой же известный филологический мем «Москва-петушки», всё, что с ним связано. И жизнь очень саркастичная, теперь я живу в катюшках, но я никогда в жизни не могла вообще подумать, что это произойдёт, это очень забавно. Но теперь мы здесь, мы переехали уже, получается, два почти месяца назад на месяц времени здесь, и вот теперь я жительница катюшков. Не знаю, насколько долго будет этот этап длиться, потому что мы собираемся здесь жить по нашим планам примерно до нового года, плюс-минус февраль. Посмотрим, как будет, вообще ничего невозможно, естественно, сейчас планировать, загадывать, и будет видно. Мне, в принципе, нечего здесь особо показывать, снимать видео про «петушки» вот уж точно нет смысла бы сказать, что это нечего делать. Это маленький городок, это такая деревенская жизнь, это частный сект, представляете, поэтому тут забавно. После шести миллионного города переехать, как бы, в город, где 13 тысяч человек населения, это забавно. Вот, но мне очень нравится Владимир, это ближайший город, до Москвы из петушков 2 часа, даже 2,5 скорее, и до Владимира 40 минут нашли. И я думала, я думала, когда мы сюда переезжали, что мы будем часто ездить в Москву, может быть, даже в выходные, какие-нибудь там ивенты, в кино, но на самом деле смысла в этом нет никакого, потому что очень большие пробки на трассе, ремонтируют шоссе, и в Москву я в итоге, вот за эти 2 месяца ездила всего один раз, и, в общем, о ней не исключаю. Вот, скоро поеду, и мне кажется, мне этого опять хватит на месяц или больше. Но Владимир, Владимир офигенный, это городок, где 350 тысяч человек, он супер уютный, такой маленький, все близко, все такое улыбочное, все эти цирковушечки. Чтобы вы понимали формат города, у Владимира есть чоп-чоп, у Владимира есть свой модный гастрорынок, там есть модные заведения, там есть галерея современного искусства, где проходят всякие концерты, какие-то лекции, кинопоказы артхаусные, то есть он такой, нормально, там есть чем заняться на самом деле, но при этом там все близко, все очень уютно, и, конечно, главное мое открытие маленьких городов, это очень классные люди, это добрые люди, это оцикчивые люди, здесь все так друг другу помогают, я в шоке, я в шоке от местной группы ВКонтакте, которая вся такая про взаимопомощь, потому что в Питере такого вообще ни разу не видела, понимаете, люди пишут в этой группе, куплю клюкву или там куплю чернополодку, напишите, кто за сколько продает, и в группе пишут люди, да я так вам соберу бесплатно, приходите, при том, что все здесь очень просто живут, и как бы деньги, естественно, всем нужны, но вы представляете, люди не знают друг друга, вот настолько помогают и говорят, ну вы только скажите, что вы точно придете, чтобы я зря не собирала, не ходила, а так я типа бесплатно вам отдам, заезжайте, и вот так здесь все устроено, и это, конечно, очень интересно, может быть, кому-то непонятно, почему именно петушки, кстати, объясню, у Вани здесь дача, и он сюда ездил все детство, здесь жили его бабушка с дедушкой, прям жили постоянно круглый год, ну и он здесь проводил свои каникулы, сейчас как раз здесь построили, пару лет назад, на Свекровь построила новый дом, и мы приехали помочь доделать дом, зафиналить ремонт, и заодно здесь пожить, потому что мы устали от Петербурга, потому что хочется оставить где-то все накопленные вещи, мы приехали сюда с транспортной компанией, которая перевезла на минуточку полторы тонны наших вещей, в сессии, сколько мы за 7 лет совместной жизни с Ваней нажили, вообще сами не поняли, что это были за вещи, но вот так, поэтому все супер удачно сложилось, мы как раз здесь оставим вещи, мы здесь отдохнем от города, поймем куда дальше, получим визы, если это будет за границей, и вот такие вот у нас пока планы, пока мне очень нравится, тут супер спокойно жить, супер уютно, у меня будет петух, вечером слышно, как едет поезд Москва-Владимир, и это такие звуки с детства, очень уютные, в общем, я с радостью покажу, что мы вообще тут делаем, я думаю, это будет отдельное видео с какими-то интересными местами, с Владимиром, такое лайфстайловое, с красивыми лесами, полями, как-то так, поэтому следующее свои видео я буду записывать отсюда, напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли вам интересно, как вам вообще такой формат, как вам мое сонное лицо после массажа, может быть, кто-то ожидал здесь только экспертное видео, но я поняла, что мне интересно с вами поделиться и в таком формате тоже. Субтитры создавал DimaTorzok